Коммунар Печально известный посёлок Коммунар, начиная с июля 2014 года, находился на линии соприкосновения с украинскими вооружёнными силами. После длительных боёв и долгого периода противостояния националистическим захватчикам, тяжёлая техника и пехота противника всё же прорвались в городок. С того дня для всех коммунаровцев настал самый страшный и тяжёлый период. Бойцы украинской армии расхищали дома, избивали и расстреливали обычных людей, не согласных с политикой украинской власти. Захоронения мирных жителей до сих пор находят в полях и посадках. Только спустя время армии ДНР удалось освободить измученный коммунар. Но память о тех страшных днях ещё долгое время будет тревожить сердца всех, кто был очевидцем этих страшных преступлений, совершёнными доблестными воинами АТО. С 16 августа, когда они зашли, мы сразу в подвал сели и вышли 21 сентября. Очень пережили, очень всё тяжело было. Стреляли, эти пушки возили. Пятиэтажки подвезут и стреляют за пятиэтажкой. Вот мы там пятиэтажки были в подвале. И приходили туда обкуренные или какие они. Они угрожали, что и девчата не выходите, и вас тут будут насиловать, сейчас детей придут убивать. С нами там были дети 3 годика, 6, 12, 14 лет. Вы помните, как освобождали вас от украинской армии? Ну, это было 21-го. Как они шли, вот это там финские, как пошли, эта вся техника. Все они начали быстро, быстро, быстро. И вот это взорвали они шахту и мост. И мы вышли, смотрим, что дым кругом. И вот это они стали уезжать туда через поле. Память о погибших здесь мирных жителях и ополченцах был установлен в мемориал. Этот памятник был создан силами самих коммунаровцев. Благодаря общим усилиям, всего за две недели монумент принял свой окончательный вид. И уже 25 сентября состоялось торжественное открытие. То, что перенесли вы, да, пострадали в разной степени многие населенные пункты нашего города. Но то, что перенесли, наверное, не перенес никто. Здесь стояли войска, которые показали, кого они пришли освобождать и что они хотели. И как уходили, мы тоже видели все, как они уходили. Убегали как. Чем убегали? Грабили население. Все, что можно было забрать, забрали. Освободители. Обойдемся без них. Мы сами построим свое государство. Поддержать жителей поселка и почтить память погибших приехали депутаты Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Максим Кныш и Мирослав Руденко. Мы помним поселок Камунар, к сожалению, по трагическим событиям, по доказательствам военных преступлений со стороны Киевской хунты, по достичьевичному поведению военных, их даже нельзя назвать военными, этих карателей, которые в тот период оккупировали поселок Камунар. Однако мы верим также в то, что, несмотря ни на что, вот как нацистских преступников нацистской Германии преследовали более 70 лет, так будут преследовать и украинских карателей, украинских нацистов. Их преступлениям нет срока данности. И пускай вот эти события, они будут укором Европе, то есть европейским правительством, американскому правительству, которое не признает и которое покрывает украинский карательный режим, которое не признает военные преступления чудовищные, которые творит этот режим. Этот мемориал будет служить напоминанием о том страшном времени, когда наши земляки ценой собственных жизней отстаивали свободу своих семей, своего края и своей республики. Кристина Крымова, Вячеслав Богайчук, поселок Камунар, специально для Новороссии ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok